26 ноября в администрации района состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи по вопросам работы администрации села Новопорт. Андрей Кугаевский с руководителем села Новопорт Сергеем Сеиным обсудили ряд важных вопросов. Первое – исполнение бюджета за 2020 год. Исполнение бюджета по состоянию на 23 ноября составляет 62%. В текущем году в Новопорту сдаются большие объекты – спортивно-оздоровительный центр и полигон ТБО. После закрытия данных контрактов исполнение бюджета составит 94%. Большинство работ, которые финансируются за счет районных и местных средств, исполнены на 80%. Начальник департамента финансов Ирина Конорева отметила, что Новопорт – это единственное сельское поселение, которое имеет отличные сферы дохода. Также по взаимодействию работы двух администраций был проведен анализ исполнительской дисциплины. Все рекомендации приняты к сведению. Подводя итоги, Андрей Кугаевский поблагодарил Сергея Сеина за хорошее взаимодействие с администрацией и слаженную работу. Подобные видеоконференции уже прошли с поселениями Сейха и Мыскаминой. Впереди заседание с руководителями Салимала и Панаевска. Собский рыбоводный завод начал поставку радужной форели на Салихарский комбинат. Всего на переработку было направлено 7,5 тонн сырья. В планах двух предприятий – увеличение объемов поставок и переработки. Собский рыбоводный завод – первый открыватель в товарном выращивании радужной форели на территории Эльмолнеицкого автономного округа. Икра была приобретена и кубирована впервые в декабре 2018 года. Выращивание форели проходило в бассейнах завода. Первая выращенная продукция поступила в продажу для жителей Лабытнанги, Салихарда и поселка Харп уже осенью 2019 года. При старте продаж ее средний вес достигал 500-600 грамм. На сегодняшний день рыба уже весит больше двух килограмм. Практически весь объем, который мы вырастили, мы реализовали. Так реализовано было в 2018 году у нас порядка двух тонн рыбы. За 2020 год мы реализовали 13 тонн. Проект в целом получился успешным и то, что мы планировали, у нас получилось. То есть в условиях собского разводного завода вырастет товарная форель. Развитие форелеводства на территории округа заинтересовало еще три предприятия. В садках христианско-фермерского хозяйства Александра Олейника выращивается около 15 тонн молоди. В скором времени хозяйственники Салихарда планируют увеличить объем выращиваемой рыбы до 20 тонн. Второй предприниматель работает в Тазовском районе. Напомним, рыбоводные хозяйства имеют право на меры региональной поддержки в соответствии с установлением правительства автономного округа. В Сюнай-Сале совсем скоро пошивочный цех местной предпринимательницы Евгении Вануйте переедет в новое комфортное здание. В данный момент мастера работают в приспособленном под мастерскую помещении. Условия здесь не очень комфортные. Довольно темно и есть проблемы с отоплением. Открытие нового светлого и просторного здания планируется в начале декабря. Радостное для сотрудников мастерской событие состоится в день празднования 90-летнего юбилея ЯНАО 10 декабря. В новом помещении будут трудиться пять мастеров. Основная их работа – это производство неинской национальной одежды, нюков, зимнее покрытие для чумов и различных сувениров. Помещение имеет два этажа. На первом планируется выделка и пошив нюков. На втором этаже – производство сувениров. Сейчас здание почти готово к сдаче, остались последние штрихи. Подробнее об этом, а также о других направлениях бизнеса Евгений Вануйте смотрите через несколько минут в программе «Ямальская параллель». До конца ноября на Ямал ожидается поставка третьей партии отечественной вакцины против гриппа для взрослого населения. 25 ноября на окружной склад Ямальского спеццентра поступила первая часть поставки в количестве 44 тысяч доз вакцины «Ультрекс-Квадри», которая будет распределена по муниципальным образованиям округа. По словам главного врача окружного спеццентра, вакцинация по-прежнему остается самым надежным средством в борьбе с заболеваемостью гриппом. В первую очередь прививка помогает организму человека перенести заболевание в более легкой форме и без осложнений. Это особенно важно в период повышения эпидпорога по РВИ и гриппу. На сегодня в округе привито более 194 тысяч жителей, 83% детей и 50% взрослых от общего плана иммунизации. Ямальский центр внешкольной работы станет участником Московского международного киберфестиваля «Руками», который состоится 28 и 29 ноября 2020 года. В этом году главное событие для всех мейкеров, изобретателей и технологических энтузиастов пройдет одновременно как на базе учреждений участников, так и в онлайн-пространстве. Само мероприятие представляет собой масштабный квест с погружением в интерактивное кино во вселенной города будущего «Метаполис». Ямальский центр внешкольной работы на фестивале представит для обучающихся площадку научно-технического творчества «Мир интересных решений». В рамках этого фестиваля 28 ноября на базе мобильного технопарка будет организовано 6 активностей. Но в связи с тем, что у нас сейчас профилактика коронавируса, и поэтому мы детей будем приглашать на наши оффлайн-окинности только по пригласительным билетам. Мы же вас приглашаем стать участниками онлайн-событий, которые развернутся на портале рукамифест.ком, где вы можете зарегистрироваться, и вас в течение этих двух дней ждет незабываемое такое погружение в киберквест. Участников фестиваля ждет встречи с именитыми учеными, писателями-фантастами, трансгуманистами и космическими туристами, гейм-дизайнерами и известными мейкерами. Также вас ждут вечерние музыкальные шоу-программы, десятки мастер-классов от ведущих российских и зарубежных мейкеров, выставки изобретений, финалистов конкурса руками и технологические вау-объекты. Ключевым элементом программы станет киноквест, который снят в формате интерактивного кино. В Ярселе 18 и 19 декабря состоится традиционная новогодняя ярмарка. Такое решение было принято на этой неделе главой Ямальского района Андреем Кугаевским. Праздничная торговля развернется в привычном для жителей поселка месте на центральной площади. Как всегда, помимо ярсалинских торговых точек, свою продукцию привезут предприниматели из других населенных пунктов округа. Планируем создать для населения Ярселе новогоднее настроение, будет новое оформление и, конечно же, новые лавки. Мясная, рыбная лавка – это у нас традиционная. Приедут предприниматели из города Лабутнанги, привезут разные копчености на Новый год, утки, гуси на новогодний стол, чтобы можно было приготовить. Ну и, конечно же, это у нас сувениры, подарки небольшие новогодние. Также планируется чайная медовая лавка из города Салихард. Также в программе запланирована отдельная лавка с ямальской строганиной. Красиво оформленное, уже приготовленное блюдо можно будет купить и внести домой. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, возможность проведения такого мероприятия согласовывалась с Роспотребнадзором. Постановление губернатора не запрещает проведение уличных ярмарок. Мероприятие будет проведено с соблюдением всех санитарных норм. Представители бизнеса, участники ярмарки обязательно будут протестированы на наличие COVID-19. В Центре национальных культур прошла встреча главы района с призывниками этого года. День призывника прошел в новом формате. Вместо привычной концертной программы новобранцы могли лично пообщаться с руководителем территории, о тяготах армейской службы и о главных качествах хорошего солдата-срочника. В своем выступлении Андрей Кугаевский вспомнил о том, как проходила его служба. В последние полгода, находясь в армии, я проехал практически весь Советский Союз. Я ездил за набором в Грузию, я ездил за набором в Узбекистан, в Молдавию, в Сибирь. Оттуда забирал вот таких вот ребят, как ты уже будучи сержантом, и вез их через всю страну. Условно, с Грузии сдвелись, и мы улетали самолетом, летели через Донецк. 154-й самолет, 154-й, 150 человек – это абсолютно были ребята с Грузии, и мы их везли служить в привалочку. На этой встрече также присутствовал сотрудник администрации Москва района Максим Салендер, который был демобилизован в 2019 году. Он рассказал о том, как проходила его служба и о тех приятных воспоминаниях, которые остались на всю жизнь. По его словам, фотографии, новые друзья в социальных сетях, полезные навыки – все это остается с молодыми людьми на долгие годы уже после армии. Призывники в завершении встречи выразили готовность к военной службе и поблагодарили организаторов за такую теплую и познавательную встречу.